Сотников Ярослав Зато я обожаю просто читать, так что могу просто зачитаться и опоздать на урок. Ментальная арифметика помогла мне развить творческие способности. Я люблю лепить целый мультфильм из пластилина, и у меня неплохо получается. Я считаю, что надо быть развитым не только умственно, но и физически. Поэтому я занимаюсь настольным теннисом, где нужна ловкость, быстрота мышления и координация движения. Привет, Ярослав. Здравствуйте. Какая силища. Привет. А скажи мне, пожалуйста, ты учишься в обычной школе или в какой-нибудь математической? Или спортивной? Учусь в обычной, так сказать. Ну, то есть твои занятия математикой – это дополнение к школе? Да, дополнение. А настольный теннис где играешь? Это, так сказать, дополнительный кружок. Прекрасно. А способен ли человек одновременно решать сложнейшие задачи и играть в настольный теннис? Узнаем вместе с Ярославом Сотниковым. Итак, сейчас Ярослав возьмет в руки ракетку и встанет к столу. Ему нужно будет одновременно играть и решать три сложнейших примера, которые я ему прочту в достаточно быстром темпе. Ярослав должен будет запомнить решение всех трех примеров и, сложив их, назвать нам сумму ответов. Если она окажется верной, испытание будет считаться пройденным. Ну, а противником спортивной части испытаний станет 19-ти кратный чемпион России по настольному теннису, вице-президент Федерации настольного тенниса в России, трехкратный чемпион мира по пинг-понгу Максим Шмыревский. Максим, мы приветствуем вас. Вас устраивает стол, ракетка? Очень устраивает. Ну, отлично. Вы не будете решать математические задачи в это же время? Я так не умею. Но вы можете начать разминочную какую-то игру. Итак, первый пример. 3254, плюс 1978, плюс 2396, минус 4016, плюс 5132, плюс 8256, минус 6700, минус 7498, плюс 3285, плюс 9867. Минус 1206, минус 1206, плюс 5937, плюс 7190, минус 2112, плюс 8947, равно 34710. Это невероятно. Мы запомнили этот результат и переходим к следующему примеру. Второй пример. Второй пример. Красно. Плюс 907, плюс 3156, плюс 3147, минус 5705, плюс 23143, плюс 8416, минус 27291, плюс 15825, равно... 81 тысяча 326. 81 тысяча 326. Это был результат второго примера по мнению Ярослава. И мы переходим к третьему примеру. 87 тысяч 192. Минус 56 тысяч 719. Плюс 23 тысячи 417. Плюс 19 тысяч 475. Плюс 15 тысяч 907. Минус 45 тысяч 117. Плюс 78 тысяч 908. Минус 43 тысячи 523. Минус 65 тысяч 398. Плюс 37 тысяч 276. Плюс 50 тысяч 111. Минус 73 тысячи 475. Плюс 29 тысяч 639. Плюс 40 тысяч 16. Равно? 97 тысяч 709. 97 тысяч 709. Ну что, три примера решены. Вы на счет играли? У вас какая-то партия? Вам надо дать доиграть или... Да, да, да. Надо еще часа три нам было дать. А класть-ку закончить. Хорошо идет. Хорошо. Ну продолжайте. Потому что теперь у Ярослава задание. Три полученные числа сложить и сказать нам общую сумму. Ярослав, ты готов? Готов. Отлично. Это будет 213 тысяч 745. Итак, решены все, но теперь уже 4 примера. Можно прервать игру на самом деле. Браво. Спасибо большое. Молодец.